Санкт-Петербург В Петербурге с 15 по 17 сентября 2015 года Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации при организационной поддержке медиагруппы «Авангард» провело 13-ю международную научно-практическую конференцию «ПКИ Форум Россия-2015». Участие в мероприятии приняли более 270 представителей удостоверяющих центров, разработчиков решений на базе инфраструктуры открытых ключей, эксперты в области электронного документа оборота и защиты информации. В деловой программе форума активно участвовали высокопоставленные представители Минкомсвязи России, основного регулятора отрасли, а также специалисты ФСБ России, Банка России, Евразийской экономической комиссии. С трибуны и в кулуарах зарубежным опытом делились коллеги из Беларуси, Казахстана, Польши, Российской Федерации и Узбекистана. Для нашего ведомства это мероприятие – это способ донести свою позицию до тех, кто его потом будет применять, услышать обратную связь, какие-то проблемы, в значительной мере в неофициальной форме. Это же не переписка какая-то, где постараются быть политкорректными. Ну, тут как раз можно услышать, что на самом деле беспокоит рынок и правоприменители. Для нас это важно, потому что позволяет нам скорректировать, если это необходимо, наши какие-то идеи, предложения. Также, возможно, усиливает наши доводы при взаимодействии с другими ведомствами, когда мы согласовываем наши документы. Поэтому для нас это обратная связь. Исторически так сложилось, что именно этот регулятор является основным организатором и нас поддерживают. Вы видите, уже не первый год открывает конференцию заместитель министра. Дипломы в номинациях подписывает министр связи Николай Анатольевич Никифоров. За это им, конечно, мы благодарны очень. ФСБ, безусловно, председатель программного комитета Алексей Сергеевич Кузьмин всегда поддерживает, вносит очень много свежих идей в программу. Государственной Думе надо сказать спасибо. Всегда большая поддержка. Федеральному казначейству, Федеральной службе по техническому и экспортному контролю. Ну и уж если говорить о таких структурах, то надо обязательно не забыть Евразийскую экономическую комиссию, как международную организацию, которая тоже уже не первый год поддерживает конференцию, активно участвует в ней. Ну и является лидером в одной из тем, которые мы рассматриваем активно. Это разграниченное пространство доверия. Отношения представителей регуляторов абсолютно компетентны. Отношения добрые. Даже с юмором, как мы видели, и это очень приятно видеть, замечания, которые высказываются участниками форума к регуляторам, находят обязательное отражение, учитываются в будущей деятельности регуляторов, особенно в Минкомсвязь, учитывать такие пожелания. Для удостоверяющего центра в первую очередь, конечно, важно слышать мнение регулятора. Кроме того, есть мнение коллег, есть субъективное восприятие каких-то моментов, и форум в том числе эти субъективные восприятия переводит либо в реальные, либо мотивирует на пересмотр каких-то моментов жизни удостоверяющего центра. Это очень важно. ИКИ-форум исторически так сложилось, что это, наверное, единственная площадка, где представители рынка и органы власти, курирующие данную сферу, регуляторы, где можно встретиться и обсудить животрепещущие вопросы, обменяться мнениями. КИИ-форум – это всегда была площадка для обмена информацией. Это информация между регуляторами, органами власти и вендорами, это между заказчиками и исполнителями, это между потребителями услуг PKI. И эта площадка, вот как обмен информацией, она очень активно с каждым годом развивается, поэтому и оказывает свое влияние именно за счет передачи информации. Это мероприятие, оно, наверное, ключевое в области электронной подписи в России. По сути дела, оно является системообразующим этой отрасли. На ней собираются все основные игроки, поэтому глупо компания, которая приличная часть своего оборота зарабатывает именно на электронной подписи, на инструкторе открытых ключей, не участвовать и не уделять этому мероприятию такое большое внимание. То, что вот здесь присутствует такой большой спектр специалистов, а здесь присутствуют практически все ведущие специалисты, которых мы знаем, с которыми общаемся, весь тот узкий круг и весь тот широкий круг, который на самом деле есть. Обширный практический опыт и споры о юридических тонкостях, соответствующие актуальным мировым тенденциям темы докладов и мнения самых авторитетных специалистов. Вот что делает PKI-форум привлекательной площадкой для обсуждения насущных вопросов в области инфраструктуры открытых ключей и электронной подписи. Одним из видимых результатов работы форума традиционно стала подготовка итоговой декларации. Документ отражает основные заключения и рекомендации, сформулированные по итогам заседаний и круглых столов. Подготовленные рекомендации и предложения направляются в заинтересованные ведомства и организации. Таким образом, участники форума реально содействуют поступательному развитию сервисов на базе PKI в России, распространению электронного документа оборота и применению электронной подписи среди граждан. Стараются привлечь специалистов, которые либо имеют разные точки зрения на этот вопрос, либо специалистов разных профессий, которые априори имеют разную немножко хотя бы позицию по этому вопросу. Для того, чтобы можно было услышать разные позиции и увидеть в целом проблему, а не однобока с одной точки зрения. Вот, наверное, именно этим столы круглые на ПКИ и интересны. Когда ты можешь поспорить, когда можешь сказать «нет», когда зал подключается и отодвигает эксперта в сторону, и начинает выяснять отношения между собой. Вот это самое живое общение, от которого получаешь массу удовольствия на конференции. Идеи продолжают генериться. У нас еще как раз новый законопроект разрабатывает в части подтверждения полномочий от атрибутной сертификаты. Это более масштабное использование ЕСИА для идентификации и аутентификации пользователей. И, опять-таки, расширение спектра государственных муниципальных услуг в электронной форме и привлечение все большего количества граждан Российской Федерации и иных потребителей государственных муниципальных услуг именно в ту сферу электронных услуг, которая сейчас формируется в Минкомсвязи. Респективы, как бы это ни говорилось, заоблачные, действительно, потому что сейчас идет массовая тенденция на переход на электронный документ и оборот. А учитывая важность тех документов, которые в процессе информационного взаимодействия формируются и получаются, мы должны говорить о доверии. И здесь технологии PKI выступают на первый план, поэтому именно для обеспечения доверия при информационном взаимодействии технологии PKI являются абсолютно главным и главнокроугольным камнем. Когда ведется подготовка к форуму, работает практически 2-3 месяца перед этим программный комитет, и он обсуждает многие идеи и с Министерством связи, и с другими регуляторами. И, естественно, это просто такой вот своего рода инкубатор для обкатки предложений и решений, которые в последующих периодах будут применяться на практике. Я считаю, что форуму следует развиваться в направлении расширения состава участников, то есть страны другие, дополнительные участники, то есть там удостоверяющие центры, возможно, нам кредитные организации. То есть за счет всех пользователей PKI-технологий, чтобы у нас, ну, я же рассказываю о наших интересах, да, для нас это обратная связь, нам хотелось, чтобы эта обратная связь была максимально широкая и максимально сконцентрированная. Соответственно, повышение уровня представительства дает концентрацию, расширение состава дает максимальный охват. Собственно, вот это, в этом наш интерес в развитии PKI-форума. В три дня насыщенной деловой программы PKI-форум России-2015 не вместились все вопросы, требующие внимания специалистов. Кроме того, с течением времени постоянно проявляются новые задачи и открываются новые перспективы. А это значит, что в следующий раз на PKI-форуме будет еще больше интересных тем для обсуждения, а круг участников мероприятия вновь расширится. Так что, друзья, ждем новой встречи с вами в Питере через год. ПОДПИЕСЬ!